Добрый день. Во-первых, хотел сказать, что я был очень рад, когда меня пригласили на данную конференцию, потому что я сам председатель клуба ЮНС «Картоверие», и он основан на том, что к нам приходят подростки, у которых есть проблемы. Я вам расскажу сейчас свою жизненную историю и вообще. На своем клубе мы проводили соцопрос насчет родителей, что вам не хватает от родителей, какие у вас проблемы с родителем. И большой, так сказать, процент набрал то, что родители более заняты своими делами. То есть, в основном родители, как показала наша статистика, они занимаются с 7 до 10-11 лет. А потом они начинают больше уделять время работе, они начинают их, так сказать, не выслушивать. Когда ребенок приходится и говорит, мама, я там получил хорошую оценку, он говорит, отстань, и у меня работа. То есть, они вообще не хотят их слушать. То, что я хотел привести из своего личного примера, у меня есть младший брат, ему 5 лет. И если вспомнить, как жилось мое детство, это 2000-е года, то есть, наше наказание за какие-то проступки, это были какие-то отмена поездок, не купят какую-то шоколадку, и это было адекватное наказание для меня. А сейчас для моего младшего брата, которому 5 лет, еще раз повторюсь, наказание – это лишение телефона. То есть, ему подарок – это телефон какой-то. Он покушал, значит, ты посмотришь какой-то мультик. То есть, сейчас для родителей легче дать телефон, и чтобы он отстал, и они пошли работать, а не заниматься им, делать ему развивину, помогать ему развиваться. И получается, когда я говорю это родителям, они говорят, типа, отстань, мы работаем. И поэтому даже мне, у меня самому 16 лет, мне приходится брать своего младшего брата, как-то мотивировать его, говорить, что я тебе куплю конфетку, и идти с ним гулять, либо заниматься, и чтобы он отложил свой телефон. И я не говорю, что родители не занимаются детьми. Они в нашем 21 веке начали очень мало уделять им времени. Да, могут сходить в парк, да, могут с ним позаниматься, Но детям надо больше, причем они этим занимаются раз в неделю, может. Я просто понимаю, какой вырастет мой брат, если им не заниматься. Он будет понимать, что все его проблемы будут решаться телефоном, а не какими-то болями случаями. Спасибо. Спасибо. Спасибо.